я вас приветствую друзья сегодня хотел бы более подробно поговорить на одну тему которая вызывает очень много споров вызывает очень много размышлений и является на мой взгляд достаточно ключевой это ожоги кривонищенко у людей ввиду того что информация приходит из разных источников объясняет туда по-разному и постоянно чем-то натваивается на мой взгляд создалось некое обманчивое впечатление какие же действительно ожоги были у кривонищенко вот здесь я хотел бы более подробно на этом остановиться более подробно именно по ожогам его ноги и рук пройтись и объяснить нам почему на мой взгляд все таки эти ожоги связаны именно с падением печки и ничем иным вот как я так по крайней мере считаю начать конечно же надо именно фактов уголовного дела но здесь здесь еще я буду рассматривать и некие фотографии потому что вот как ни странно но фотографии именно кривонищенко достаточно много фотографий уже и там на месте и морге и вот для станта и глядя на эти фотографии можно сопоставлять с тем как было описано его состояние и как были конкретно описаны его зоги и понять на мой взгляд что все таки иногда стоит поглядывать и на фотографии а не только верить тому чем что написано в актах и что говорят некоторые ну и кто изучал эти акты и делал какие-то свои выводы начнем конечно наружного осмотра на мой взгляд это достаточно важно на секционном столе находятся труп мужчины плода труп это кариба нищенко имеется ввиду голова отведено влево правая рука согнута большевом суставе ди Carolina кверху пальцы правые кисти касаются головы левой рука согнута моктем теле и приведена к плечу кисти согнута по пальце кисти касается грудной клетки правая нога разогнута левая нога слега отведена зато бедран в составе и согнута в коленном суставе описание безусловно сходится даже с теми фотографиями как он был найден и как он действительно в каком виде он находился на столе ну на смотре у садмит эксперта возрожденного поэтому вроде как ну надо понимать что мы видим одно и то же и в одном и том же положении и одно и то же возрожденным но вот в описании уже одежды возникает некоторые диссонанс какой левая нижняя половина кальсон отсутствует до уровня коленного сустава края ткани кальсон в местах обрыва кальсон неровные с обугленной ткани под кальсонами синего и сатиновые плавки на двух вязках на левой ноге хлопчатобумажный носок разорванный края его обуглены но если посмотреть на фотографии то во первых не получается что кальсон и оборваны до колен они явно оборваны практически полностью потому что видно видно оголенное бедро причем с обоих сторон но с одной стороны может быть чуть чуть часть бедра прикрывается другой стороны нет и на фотографиях я не вижу обугленных краев у кальсон и вот здесь несколько странное описание носки сказать сложно насколько они порваны и насколько они обуглены но опять-таки визуально я не очень замечаю каких-то вот в носках странностей именно в этом плане уже несколько непонятное описание потому что однозначно кальсон и не на уровне колена оборваны а гораздо выше и это еще видно еще на фотографии под кедром еще там это видно то есть если может быть поисковики когда откапали там оторвали ну может быть но возрожденный записывает уже кривонищенко который как ему попал в каком виде но даже в таком виде как он его осматривает я и говорю завод видно на столе кальсон у него я на левой ноге практически полностью оторваны и никаких обугленных краев там не наблюдает и это уже странно кстати цвет ноги обратите внимание повнимательнее посмотрите часто спрашивают а почему цвет ноги ну вообще цвет кожи вот у них такой темной на фотографии я еще раз говорю это некая пигментация подсмертная на морозе скорее всего происходит а вот уже находясь на осмотре у кривонищенко явно цвет совершенно не темные не черные вполне такой естественный я бы так это назвал это попутное замечание несут сейчас в это важно но вот глядя на фотографии уже в этом морге на осмотре уже на столе я еще хочу обратить внимание посмотрите по повнимательнее состояние голени ведь голень можно видеть со всех ракурсов и возле кедра и возрожденного на столе и возле останется и агро сфотографировано со всех сторон голень напомню ищет ну вот это от колена до стопы вот эта часть это там и называется голень давайте почитаем то описан то написано в акте насчет этой голени кривонищенко по всей наружной поверхности голени а зоговая поверхность но участке размером 31 на 10 сантиметров пергаментной плотности в нижней 3 левой голени кстати тут это написано ручкой поправка такая странно говорят что в актах не должно быть никаких исправлений но здесь точно она есть бура черного цвета с обугливанием тканей и лопнувшим кожным покровом затем средний 3 верхний 3 ожоговая поверхность ярко-красного цвета и светло-коричневого цвета на задней внутренней поверхности левой голени ссадины темно-коричневого цвета пергаментной плотности размером 8 на 1 и 3 4 на полтора 2 на 1 сантиметр левой стопы бура коричневого цвета с участками отслоения эпидермиса размером 10 на 4 сантиметра ты у 2 пальца обуглен темно-коричневого цвета ткани его плотный на ощупь на передней поверхности правого бедра и голени ссадины темно-коричневого цвета пергаментной плотности 5 на 2 3 на 8 именно 1 и 2 на 1 сантиметр такого что такое размер 31 на 10 сантиметров это ожог такой вот поверхность аглокова 31 это практически вся голень ну почти давайте так скажем больше и и часть 1 знать 10 сантиметров это ну практически получается я говорю это ожог на всю голень написано наружная поверхность как представляется это что-то спереди правильно да но глядя опять-таки на фотографии я не наблюдаю здесь никаких обугленных тканей и вообще чего-то такого страшного такого ожога который практически до кости который часто нам пишут мне часто в комментариях пишут у кривонищенко был ожог до кости я его не вижу вообще откуда это взято непонятно для меня просто написано обуглевание тканей обуглевание тканей это что-то такое ну темное уже пятно достаточно темно-коричневого цвета но на фотографиях я говорю я не вижу этого нигде я единственный могу обратить внимание что на колени на коленке есть некое пятно видимая на всех фотографиях она более светлая они более темные и на фотографии на столе возрожденного еще можно определить какие-то небольшие участки темных пятен на голени но сказать что примут вся голень в таком обознанном обугленном состоянии до кости этого здесь нет нигде ни на одной фотографии этого нет понимаете везде вполне более-менее нормально не фотографии вот есть фотографии например когда уже кривонищенко один лежит возле кедра когда уже дорошенко убрали я специально увеличивал ну вы можете сами тоже убедиться я не вижу здесь никаких темных прям обугленных участков кожи тем более об обознанного до кости и вот это описание для меня есть несколько странным является не знаю откуда это взято возле а станция тоже мы можем видеть ногу левую именно вот с этой стороны которая у воды кедра она отвернута от нас и вроде как может быть показаться вы просто не видим но вот для а станция опять-таки ракурс достаточно удачный и я не вижу тут никакого темного обугленного пятна на ноге тем более ожога до костей и когда люди мне говорят да какая печка там вы что у него до кости было обожжено он стой лежал и терпел печку на ноге да нет если у него есть какой-то ожог небольшой достаточно на мой взгляд то он как раз вполне может и объясняться вот единственной фотографии которую возрожденного на столе опять-таки резкость очень конечно плохая достаточно но левая нога повернута к нам можно здесь увидеть некие пятна причем такие ну полосками наверное не сплошняком и на мой взгляд это вполне может соответствовать упавший раскаленной печки на ногу упал он откинул левой рукой почему я все время говорю что он откидывал левой рукой потому что при описании левой руки левой ладони возрожденный пишет что на среднем фаланге 4 и 5 пальцев кожная рана полтора на один сантиметр и 1 на 0 5 сантиметра трем темно-коричневого цвета плотная на ощупь с обугливанием на двух пальцев на фалангах им эти на среднем фаланге при 2 2 пальца у него имеет раны с обугливанием то есть что-то горячее явно воздействовал на это место и он успел и ну скидывал себя по всей видимости эту печку и таким образом у него а бог этот ожог получил небольшой на ли на левой руке левой ноги вот про это я все время то говорю почему я считаю что это не мог не мог быть след от костра потому что носок целый на левой ноге целый носок то есть нельзя попасть ногой в костер обзог получить при этом чтобы у вас носок не сгорел то есть есть у вас такое воздействие пламени на на голень что там ожог вы получили у вас и носок должен прогореть он не может это выдержать а если как говорит туманов эдуард туманов но там кривонищенко сидел на ветке ему снизу подпаливали носок тем более должен был сгореть вот об этом я хотел бы еще раз рассказать еще раз обратить на это внимание а почему у него на задней поверхности бедра и на ягодицах есть еще небольшие ожоги ну крутился там же выпала печка посыпался уголь из нее он скидывает горящие угли попадают когда он там крутится изворачивается попадает ему под бедро под ягодицу и он получает небольшие ожоги выскочить сразу видимо не получается палатка лежит на нем тут ситуация такая знаете как бы либо из палатки вылезать либо из-под себя углевый гребать ладно печку сумел откинуть более-менее вот такую ситуацию я себе и виду почему и носок целый почему и вот кальсон и они но не так прогоревшие как вот объясняет данных мы не видим кстати если бы веткой полилили в костер попал кальсоны бы тоже сгорели просто бы сгорели а здесь же мы их видим на ноги обрывок то болтается нормально ничего не обгорев но еще раз повторяю что то что как описано в акте вот это вот наружная голень и и поражение и и ожог он явно не соответствует с тем что мы видим на фотографиях и это выдавать серьезный вопрос но даже в описании нигде не говорится про ожог до костей что там прям чуть ли не мясо все там сгорело нет с обугливанием написано то есть это серьезно но не поражено так что прям все горела пол ноги и это безусловно могло быть от упавший печь надеюсь мои пояснения вот сейчас они более понятные стали мне так кажется я не знаю как еще пояснять мои мысли но я так вижу я так считаю и я в этом убежден что именно так все и происходило это мое личное мнение пишите свои комментарии а эти то обсудим но мне только остается сказать до новых встреч друзья